Меня зовут Лидия Холодкова, я менеджер проекта в отделе по инклюзивному образованию РОИ «Перспектива». И в рамках реализации проекта Фонда президентских грантов «Возвращение к нормальной жизни» в поддержке детей с инвалидностью их семей мы проводим вебинары на платформе с экспертами из регионов, которые делятся с нами своим опытом. Сегодня с нами Ирина Матвеева, учитель химии, руководитель педагогических проектов и Виктория Уфимцева, педагог-психолог, руководитель службы психолого-педагогической службы. Добрый день всем слушателям еще раз. Сегодняшний вебинар будет, на него в записи будет наложен перевод на жестовый язык. В течение самого вебинара мы будем без переводчика жестового языка. И сегодня Ирина расскажет нам об опыте сетевого взаимодействия в школьном сопровождении семьи и ребенка с инвалидностью и ОВС, и о своем опыте создания условий для выстраивания траектории успеха для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Я передаю слово Ирине и Виктории. И с презентацией Ирины переключать буду я. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня мы представляем вашему вниманию проект «Школа равных возможностей для всех. Как выстраивать траекторию успеха». А также опыт создания условий для выстраивания траектории успеха обучающихся с особыми образовательными потребностями на основе персонифицированного подхода, что позволило стать общеобразовательным школам 92 и 107 города Екатеринбурга и школе номер 4 города Арамель, Свердловская область, школами равных возможностей для всех. Проект предусматривает двое впоследствием образовательных организаций, МТО, предприятий и организаций города и области, в ходе реализации которого обучающиеся, их родители, педагоги и социальные партнеры одновременно участвуют в различных общих мероприятиях, направленных на формирование инклюзии, толерантности и развитие творческих способностей. Основными задачами проекта являются развитие образовательной инфраструктуры школы, включающие в себя нормативно-правовые, кадровые, программно-методические, материально-технические условия, необходимые для реализации проекта, повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме инклюзивного образования, а также отработка технологий, методик обучения, методов, способов, форм реализации инклюзивного образования, повышение качества образования, уровня коммуникативных компетенций обучающихся через интеграцию педагогических и информационных технологий, а также трансляция данного опыта на образовательных площадках различного уровня, содействие эффективной профориентации обучающихся, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, обеспечение реализации их способностей, оказание им педагогической помощи в проектной и конкурсной деятельности, углубленная подготовка к ней, формирование толерантного сообщества школы через усовершенствование модели взаимодействия с родителями и социумом. Для учебно-методического обеспечения проекта были созданы единый банк диагностического инструментария, индивидуальные психологические карты обучающихся с ОВЗ, портфолио индивидуального сопровождения обучающихся с ОВЗ инвалидностью, а также психолого-педагогические карты класса. Результатом реализации проекта стали увеличение количества квалифицированных педагогических кадров, владеющих методиками инклюзивного обучения, с использованием методического инструмента «Школьный конструктор опыта» и навыками работы на онлайн-сервисах «Зум», «Гугл-класс», «Фоксфорд», «Я-класс». Формирование банка занятий для очного и диспансионного обучения школьников, в том числе детей с ОВЗ и детей со статусом «ребенок-инвалид». Обобщен и распространен педагогический опыт по работе проекта. Создание сплоченного ученического коллектива, у членов которого развиты навыки сотрудничества, взаимодействия и толерантности при участии в авторской профориентационной игре онлайн-академия «Новое поколение» выбирает и в создании книги проекта «Всероссийская школьная летопись». Положительная динамика показателей личностных, учебных результатов, а также уровня активности в конкурсах и мероприятиях, организованных социальными партнерами у обучающихся, в том числе с ОВЗ и детей со статусом «ребенок-инвалид». регулярная работа с законными представителями школьников для формирования инклюзивной компетенции. В каждой школе в рамках проекта была создана служба психолого-педагогического сопровождения. Среди них педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги. Все специалисты за последние три года прошли курсы повышения квалификации на тему проектирования организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС. Во всех школах-участниках проекта был создан психолого-педагогический консилиум. В состав вошли представители администрации, учителя, педагоги-психологи, социальные педагоги и учителя-логопеды. На сайтах школ были созданы разделы «Психолого-педагогический консилиум», в которых опубликованы методические рекомендации по его созданию и образцы документов консилиума. Значит, во всех школах-участниках проекта проводится активная работа по улучшению доступной среды. Дальше, пожалуйста. Предоставляются услуги в электронном виде и организовано дистанционное обучение детей с ОВЗ и ребят со статусом «ребенок-инвалид». В школах была активно организована система взаимодействия и поддержки со стороны внешних социальных партнеров инклюзивного образования. В 92-й и 107-й школах города Екатеринбурга была активно организована система взаимодействия и поддержки со стороны внешних социальных партнеров инклюзивного образования. К сотрудничеству были привлечены ассоциации «Особые люди», которая создана для помощи людям с ОВЗ и особенностями развития в городе Екатеринбурге и Свердловской области. Представители ассоциаций оказывают нуждающимся юридическую поддержку. Для детей организовано несколько проектов. Благодаря социальному партнерству с ассоциацией «Особые люди» школы приняли участие в их проекте «На урок вместе» в 2017-21 годах, в которые вошли уроки добра, уроки параспорта, дни инклюзии, фотомастерские, мастерские по изготовлению значков, акции по обеспечению спортинвентарем учеников с ОВЗ, тренинги для педагогов понимания инвалидности и общешкольные родительские собрания «Вместе сможем всё». В школе номер 4 города Арамиль была также организована система взаимодействия и поддержки со стороны внешних социальных партнёров инклюзивного образования, которыми стали администрация Арамильского городского округа, территориальная избирательная комиссия, дворец культуры Арамильского городского округа, центр молодёжной политики и спорта «Созвездие», центральная городская библиотека Арамильского городского округа, авиаремонтный Арамильский завод, музей Арамильского городского округа. Ассоциация «Особые люди» – она, ещё раз повторюсь, создана для помощи людей с ОВЗ и особенностями развития в Екатеринбурге и Свердловской области. Представители ассоциации оказывают нуждающимся юридическую поддержку. Для детей организовано несколько проектов. И, как я уже говорила на предыдущем слайде, мы очень благодарны представителям этой ассоциации за то, что они провели у нас огромное количество уроков благодаря их проекту «На урок вместе». В проект вошли уроки добра, уроки параспорта, общешкольное родительское собрание «Вместе с мужем всё», фотомастерские, мастерские по изготовлению значков, акции по обеспечению спорт инвентарём учеников с ОВЗ. Ученики школ участников проекта были приглашены на дни инклюзии. Некоторые мероприятия проходили на территории ассоциации. Ребята посетили несколько запоминающихся станций, язык жестов, брайля, а также мастер-классы от коллектива «Солнечный бубен» и «Театр Ора». Затем подобные мероприятия прошли в торговом центре «Мега» в городе Екатеринбурге, на которые были приглашены обучающиеся с ОВЗ вместе с родителями. Затем в школах участников проекта для детей и педагогов были проведены кинопоказы о жизни людей с инвалидностью. Регулярно проводились и проводятся мастер-классы по различным боевым видам искусств. Ведущим некоторых из них стал двукратный чемпион мира Марсель Мансуров. Во время летнего лагеря сотрудниками ассоциации на базе школ участников проекта были организованы фотомастерские. 25 сентября 2020 года состоялась акция «Расстояние дружбе не помеха». Акция была организована в рамках проекта «На урок вместе» ассоциации «Особые люди». Участниками стали ученики младших классов с ОВЗ и статусом «Ребенок-инвалид». В ходе акции ребятам были подарены наборы спортинвентаря, предоставленные безвозмездно компаниями «Мега», «Рои перспектива» и «Ассоциация «Особые люди». В рамках проекта «Особый тур» проводились бесплатные экскурсии по городу и области для детей и взрослых с разными видами инвалидности. Для развития коммуникативных способностей и формирования коллектива обучающихся, в том числе из ОВЗ, в 2019 году были организованы волонтерские отряды. Вместе с ребятами мы участвуем и по сей день во всероссийском проекте «Огонек добра 2.0», организованном некоммерческой организацией «Город Санкт-Петербург» и фондом «Другой мир. Город Екатеринбург». В рамках данного проекта волонтерами СОПК в школах были проведены уроки доброты, а потом ребята посетили кинопоказы, посвященные жизни бездомных животных. Ирина, у вас звук выключен сейчас. Вас не слышно. Еще один из наших социальных партнеров Свердловский региональный общественный фонд развития кино и телевидения «Возрождение». Совместно с его режиссером «Дети с ОВЗ» создали мультфильм «Дружба». Создание мультфильма от начала и до демонстрации итогового продукта заняло 5 месяцев. В результате проделанной работы по созданию мультфильма произошло формирование представлений о создании мультфильма, истории мультипликации и формирование навыков работы в творческом коллективе с распределением ролей и задач. Для успешной социализации детей с ОВЗ и инвалидностью в школьную жизнь включена работа также с родителями, в которую вошли родительские лектории и собрания. Законные представители обучающихся регулярно вовлекаются в обучение коррекционным методам воспитания через просмотр вебинаров и участие в мастер-классах, планирование работы по созданию специальных образовательных условий. Поддержка семьи осуществляется также через родительский клуб, службу психолого-педагогического сопровождения, социальные интернет-сети, а также в группе WhatsApp через прямое и анонимное консультирование родителей. Профконсультации, которые осуществляют кураторы проекта, педагоги и специалисты психолого-педагогической службы школ. В рамках социального партнерства школ и городского центра медицинской профилактики родители учеников также были приглашены на бесплатные школы, желающих бросить курить. А благодаря социальному партнерству школ с центром ЛАДО на площадке центра плодотворно прошли традиционные встречи для родителей в рамках родительского университета. Встречи для родителей были актуальны по разным темам воспитания и развития детей. Также муниципальное бюджетное учреждение «Центр Форпост» с 2017 года и по сей дней открывает двери неравнодушным родителям наших школьников, где проводятся лекции, в том числе в онлайн-форматах, для родителей на волнующие актуальные темы о профилактике зависимого поведения в рамках семьи, роли отца и матери в семье, как формируется личность ребенка. Объявления и информацию о предстоящих мероприятиях мы публикуем на сайтах школ и рассылаем на электронную почту законных представителей, а также в группах ВКонтакте и Ватсапе. Благодаря систематической работе в январе 2017 года в школе номер 107 города Екатеринбурга был присвоен статус городской сетевой инновационной площадки по направлению «Реализация ФГО с ОВЗ в условиях инклюзивного образования». Выделили линию проекта по созданию персонифицированной образовательной среды школы для обучающихся с ОВЗ в отдельный проект, куда вошли мероприятия из других проектов, перечисленных на слайде. А в сентябре 2020 года 92-й школе города Екатеринбурга был присвоен статус городской сетевой инновационной площадки по направлению «Сетевая инклюзивная лаборатория «Инклюверсариум». Виктор, у вас сейчас звук отключен. В рамках реализации инклюзивного образования в школах были созданы также условия для осознанного выбора обучающимися дальнейшей траектории, для осознанного выбора обучающимися профессионального развития, что стало возможным в ходе реализации проекта «Профориентация для детей с особыми образовательными потребностями в современной школе. Новое решение старой задачи». При организации профориентационной работы были учтены различия подходов и особенностей условий организации профессионального ориентирования обучающихся с инвалидностью и УВЗ в зависимости от конкретных нозологических групп. Данный проект направлен на овладение детьми навыков, помогающих эффективно организовать собственную жизнь. Это умение ориентироваться в мире информации, критические мысли, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике в реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь работать над ними, а также учиться и переучиваться. Профориентационная работа ведется по нескольким направлениям. Это профессиональное просвещение, профессиональная диагностика и профессиональная консультация. Для проведения профориентационных мастер-классов и лекций ученикам и их родителям были приглашены социальные партнеры школ, учебный центр «Максимум» и Академия мозга. Ученики с родителями также были присоединены семейные квесты. Например, в рамках профориентационного семейного квеста представители Уральского государственного колледжа имени Ползунова познакомили участников с миром профессий, а также провели на знания своих предрасположенностей в профессиональной среде. На сегодняшний день одним из приоритетных в нашей стране является национальный проект образования, который включает в себя проекты по актуальным направлениям. Это и успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей со статусом ребенок-инвалид, социальные лифты для каждого. Деятельность проекта во всех школах-участниках проекта мы связали также с этими линиями. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории стало возможным через организацию взаимодействия с социальными партнерами, посредством технологии эдютеймент и уникального методического инструмента школьный конструктор опыта. Профориентационной игры онлайн-академия «Новое поколение» выбирает и проекта «Всероссийская школьная летопись». Онлайн-академия «Новое поколение» выбирает это уникальная деловая игра, где дети занимают должности и выполняют обязанности в соответствии со схемой данной академии. Основная цель игры это формирование визионерского общества, прогнозирование образа будущего и положительной динамики развития обучающихся СОВЗ посредством игровых технологий. Изначально игру планировали сделать сетевой, но из-за нехватки материального обеспечения школы эта идея была временно отложена. И для ее внедрения мы стали использовать все доступные электронные ресурсы, объединенные на едином сайте и в группе ВКонтакте. Мы расскажем, как это было организовано. Перед началом игры была проведена встреча с обучающимся, их законными представителями и педагогами. Затем знакомство с этапами игры, содержанием этапов, основными мероприятиями, валютой и критериями ее заработка. Например, за победы в конкурсах в профмастерства, предоставление отчетов о посещении предприятий и так далее. Все этапы игры стали проходить в очном варианте и онлайн. Игра состоит из взаимоинтегрированных друг в друга этапов. Создание банка предприятий, где смогут работать дети с ОВЗ. Разработка каталога профессий и требуемых для них компетенций. Проведение профориентационных диагностик детей. Заключение договоров социального партнерства с предприятиями, колледжами, вузами города и области. Создание группы ВКонтакте онлайн-академии. Презентация онлайн-академии на уровне школы. Организация команды детей-управленцев. Распределение должностей и обязанностей. Создание банка валюты онлайн-академии и критерия фьюзаработка. Встреча с родителями участников онлайн-академии. Разработка плана совместных действий для получения детьми лучших результатов. Разработка профтреков и образовательных траекторий для участников онлайн-академии по выбранным профессиям. Проведение профориентационных тренингов. Формирование профиль-резюме, показывающие достижения детей. Подготовка детьми видеоблоков по профориентации. Посещение выбранных предприятий и профессиональных проб через онлайн-платформу «Фоксфорд» и проекта «Единая промышленная карта. Город Екатеринбург». Проведение обзора по профилю в колледжах, вузах города и области. Участие детей в профориентационных проектах и конференциях. Организация и проведение квест-зачетов по профориентации. Выдача детям профбоксов, куда вошли рекомендательные письма, образовательные и тренировочные рекомендации развития, диагностика и рекомендации от профессионалов, сама диагностика ребенка, экспертная диагностика от руководства команды онлайн-академии и достижения. Создание атласа новых профессий в Свердловской области. Участниками игры стали как обучающиеся, их родители, так и социальные партнеры школ. Был создан сайт проекта и игры для публикации профориентационных заданий, тестов, игр и видеороликов. Для удобства детьми была также параллельно создана закрытая группа игры ВКонтакте. В рамках дорожной карты направления игры «Профессиональная диагностика» педагог-психолог, учитель-логопед и социальный педагог школы, участник проекта, организовали систему онлайн-диагностики по выявлению особых потребностей участников игры по нескольким параметрам. Для онлайн-диагностики детей были использованы тесты сторонних ресурсов сайтов «Оксфорд», «Центр профориентации», «Смартия» и «Тестометрика». Затем для успешной реализации мероприятий направления «Профессиональная консультация» была организована система выбора индивидуальных профориентационных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ. На основе рекомендаций по МПК составлены индивидуальные коррекционно-развивающие программы, учебные планы, маршруты внеурочной деятельности, программы реабилитации и абилитации инвалидов, что позволило кураторам проекта разработать индивидуальные профтреки и планы работы с обучающимися различных нозологий. В соответствии с выигранными профтреками среди детей были распределены должности в соответствии со схемой должностей в игре и озвучены обязанности. В ходе всей игры в школе работал детский банк. Каждый ребенок-участник открывал в детском банке лицевой счет. За каждую деятельность и этап в игре школьник получал баллы и продвигался по определенному маршруту, который выстраивали кураторы. В конце недели один из кураторов проекта подсчитывал баллы по всем позициям. Соблюдение режимных моментов, результативность участия в общешкольных делах, штрафы и так далее. Баллы и деятельность ребенка заносились в индивидуальную трудовую книжку. На усмотрение ребенка сумму баллов можно было перевести в местную валюту. В зависимости от услуг банка ребенок самостоятельно решал, что делать с деньгами, то есть заводил свою финансовую историю, с лицевым счетом шел в банк или обращался в отделение банка через сайт игры. Ему предоставлялось право выбрать, положить данную сумму на депозит, открыть краткосрочный вклад под проценты на две недели до конца четверти учебного года, получить сертификат или забирать наличными деньгами ежедневно. Эта валюта использовалась с детьми на ежегодной ярмарке. Она проходила в конце каждого учебного года, где ребенок мог обменять полученную валюту на сувениры, представленные социальными партнерами или игры. Для детей, обучающихся на дому в группе игры ВКонтакте, выставляли своды с сувенирами, под картинками которых ребята оставляли свои заявки и обменивали заработанную валюту на сувениры. В данной игре после диагностики и выявленных предпочтений ребята выбирали для себя подходящие профтреки, которые были распределены по направлениям психология, социальный работник, аграрные технологии, педагог, писатель, художник. Все мероприятия по профтреку «Психолог» были направлены на актуализацию процесса личностного самопознания и самоопределения подростков, а также формирование социально-активной личности. В рамках социальный работник ребята учились проводить благотворительные акции уроки доброты с социальными партнерами школ. В рамках социального партнерства с Ургау школы включились в их проект «Агрошкола». В течение двух лет ребята-агроклассники принимают участие в мероприятиях, которые перечислены на слайде. Как вы видите, их достаточно много. По результатам каждому ученицу будет добавлено до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Ургау. Сейчас бесплатное обучение проходит через платформу Zoom по субботам. Спасибо. Многим детям, прошедшим диагностику, было рекомендовано строить свой профтрек в качестве иллюстратора. Так, большой гордостью совместного взаимодействия школы писательницы Светланы Долгановой и преподавателя изо-студии стало участие обучающейся третьего класса с ОВЗ в качестве иллюстратора двух книг, которая нарисовала иллюстрации для энциклопедии современного юмора, игра в съедобное и несъедобное и удивительное приключение апельсинки. Презентации книг состоялись в апреле 2018 и в июне 2019 года. Ученики, которым был рекомендован профтрек-мультипликатор совместно с режиссером Свердловского регионального общественного фонда развития кино и телевидения для детей юношеского возрождения создали мультфильм «Дружба». Ребята познакомились и частично освоили различные специальности, такие как продюсер, сценарист, режиссер, звукооператор, художник-мультипликатор, мастер по декорациям, осветитель, фотограф, а также видеооператор. Взаимодействие режиссера и детей было организовано и в очной, и в дистанционных форматах. Ребята из профтрека писатель написали стихи, которые в результате конкурсного отбора вошли в сборник стихов. Следующим этапом нашей игры будет создание интерактивного атласа новой профессии для людей с особыми образовательными потребностями или со статусом ребенок-инвалид. Ребята уже начали активную подготовку к нему. Они собирают информацию о профессиях, записывают информационные видеоролики. Затем планируется разместить эти видеоролики на сайте игры, чтобы каждый человек, желающий мог ознакомиться с необходимыми для выбранной профессии компетенциями или умениями. Игра онлайн-академия «Новое поколение выбирает» была представлена на многих площадках города и Российской Федерации, в общеобразовательных и специальных школах, институтах, на форумах, научно-практических конференциях, где получила положительные оклики и поддержку коллегам. Ребята за своими потребностями у меня задание принимали участие в международных и всероссийских конкурсах, где получили не только сертификаты участников, но и прессовые места. некоторые данные этих достижений представлены на слайдах. конкурсы на слайдах. конкурсы педагогических педагогической направленности участвовали участвовали и школы участники проекта данного и педагоги. для создания урочной и внеурочной деятельности используется уникальный методический инструмент и коррекционно и для развития и организации коррекционно развивающих занятий в школах участников проекта. это школьный конструктор опыта разработанный специалистами школы креативного мышления город Икра город Москва школа называется Икра с его помощью становится возможным проектировать урок или коррекционно развивающее занятие выстраивая сценарий в зависимости от типа урока или занятия возраста на залоги и развиваемых навыков обучающихся. Конструктор состоит из карточек на которых описаны педагогические методики. С помощью этого набора методик каждый преподаватель дополнительного образования наставник вожатый воспитатель тренер тьютер учитель педагог психолог или обычный педагог доп. образования сможет спланировать занятия по любой теме и для любой аудитории. На каждой методической карточке представлена следующая информация. этап урока на котором используется методика. Например, знакомство, объединение в команды, новый материал, проверка понимания, закрепление материала, контроль усвоения, домашнее задание, рефлексия. Название методики и методические шаги. Например, методика банка мудрости предполагает от учеников следующие действия. Написать на стикере сложный вопрос по пройденной теме, сложить все вопросы в банку и перемешать, по очереди вытягивать вопрос и отвечать. Также на карточке представлена информация, для какой части урока подходит данная методика. Введение, основное содержание, подведение итогов. Например, методика банка мудрости используется во время подведения итогов. Кроме того, на карточке представлена информация о том, какой рекомендуемый возраст для использования данной методики. Например, методика банка мудрости рекомендована для обучающихся с 5 по 8 класс. Рекомендуемое время на уроке для использования данной методики, тип методики, групповая или индивидуальная, какие компетенции у обучающихся развивает методика. Критическое мышление, креативное мышление, коммуникацию, метакогнитивные навыки, грамотность. Например, из всего вышеперечисленного хотелось бы сказать, что вот та самая методика банка мудрости, о которой я говорила, кроме того, что она предлагается разработчиками конструктора для обучающихся 5-8 классов, по времени она занимает примерно 20 минут урока, методика является групповой и развивает она критическое мышление и коммуникацию. Кроме методических карточек, в конструкторе есть функциональные карточки, которые помогают педагогу познакомиться с обучающимися, поделить их на команды, раздать домашнее задание или организовать групповую рефлексию по пройденному материалу. Функциональные карточки помогают сбалансировать урок, встраиваясь на любом этапе. Методические функциональные карточки школьного конструктора опыта классифицированы по четырем позициям. По рекомендованному возрасту, по части урока, по типу деятельности и по компетенциям. Классификация карточки предполагает, что методики опосредованно развивают такие компетенции, как креативное мышление, когда ученик создает новые подходы к решению задач и генерирует оригинальные идеи, используя их в практике. Критическое мышление, когда ученик понимает, анализирует, интерпретирует задачи, идентифицирует неявно заданные свойства предметов и явлений, а также выстраивает причинно-следственные связи. Кооперацию, когда ученик сотрудничает с группой и способен занимать и распределять роли, координировать действия внутри команды. Коммуникацию. Ученик может договориться, убеждать, аргументировать свою позицию и принимать чужую, разрешать конфликты, осознавать возможные объективные противоречия в интересах разных сторон и участвовать их при принятии решения. Метакогнитивные навыки. Ученик может оценить проделанную работу, опыт, личный и командный вклад, положительные стороны и недостатки. Способен мобилизировать себя на выполнение задач и выбрать стратегию решения, осознанно относиться к процессу обучения. Грамотность. Ученик способен воспринимать, создавать и работать с информацией в различных текстовых и визуальных форматах, в том числе цифровой среде. В помощь пеноком конструкторе есть шаблон сценария урока или занятия, для заполнения которого необходимо сделать следующие шаги. Записать класс, верхний угол шаблона и его характеристики, определить тему, цели и ход урока и также записать сценарий урока. Разработчики конструктора в части характеристики класса предлагают указывать количество учеников в целом по классу уровень восприятия информации и успеваемость. На наш взгляд, эта рекомендация не соответствует требованиям ФГОС. Поэтому была составлена психолого-педагогическая карта класса, в которой по каждому обучающемуся есть следующая информация. Статус семьи, общественное поручение, уровень дисциплины, занятия в системе дополнительного образования, отношение к труду, уровень воспитанности, особые черты характера, состояние здоровья, успеваемости, внимание, память, понятийное мышление, уровень развития интеллекта, речи, познавательной мотивации, тревожности и работоспособности. Считаем, что наличие такой карты способствует грамотному выстраиванию урока, комбинации методик конструктора с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. В практике своей работы мы используем школьный конструктор опыта на протяжении очень небольшого промежутка времени. Тем не менее, мы согласны с разработчиками этого уникального методического инструмента в том, что он помогает проектировать интересные занятия, влюблять учеников в образовательный процесс, помогает обучающимся приобретать опыт, а не получать готовую информацию, развивать у обучающихся важные навыки будущего, креативное мышление, критическое мышление, кооперацию, коммуникацию, метакогнитивные навыки, грамотность, повышать уровень профессиональной компетентности педагога. В практике своей работы мы используем школьный конструктор опыта на протяжении небольшого промежутка времени. Тем не менее, мы согласны с разработчиками о том, что данный конструктор может помочь в разработке уроков не только с детьми норматипичными, но и с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми со статусом ребенок-инвалид. В качестве сохранения истории о нашем инклюзивном проекте ребята и педагоги присоединились к всероссийской школьной летописи. Это всероссийский проект, где они напишут и издадут собственную книгу. Процесс создания книги это опыт командообразования и интересное время препровождения педагогов с учениками, их родителями и социальными партнерами. Всероссийская школьная летопись это проект, который вместе с классами и образовательными учреждениями стремится к сохранению школьной истории. Организатор проекта это издательский дом «Живая классика». Проект реализуется во всех регионах Российской Федерации, в странах ближнего и дальнего рубежа с русскоговорящими детьми. Проект создан без участия Министерства Просвещения, но в ходе реализации он получил его поддержку. Проект реализуется на некоммерческой основе. Личные кабинеты и один экземпляр книги участники получают бесплатно. Участники проекта вправе сами выбрать тему будущей книги. Нами нами был обобщен и представлен опыт работы по теме нашего проекта на городских, областных и международных образовательных площадках. Данная информация будет представлена на ряде слайдов. Ирина, у вас выключен микрофон. таким образом представленная выше модель инклюзивного образования и психолого-педагогического сопровождения в школах участников проекта смогла, на наш взгляд, обеспечить равные возможности для всех с учетом требований современного общества и может быть тиражирована, а также адаптирована под условия образовательных организаций, заинтересованных в социализации обучающихся. Спасибо за внимание. Спасибо большое за то, что вы рассказали о своем опыте и о школьном конструкторе опыта. Мне, как бывшему педагогу, было особенно интересно. И в этой связи у меня еще один вопрос. Мне кажется, что это очень классный инструмент, но как будто он очень много времени может занимать. Или это в конечном счете оправдывается? Давайте уточним. Давайте уточним. Очень много времени занимать для кого? Для подготовки учителю занятия? Да. Нет, поверьте, это от силы подготовка двух-трех занятий, а потом пойдет все очень быстро. Самое главное, извините, я вас перебиваю, самое главное это иметь вот эту психологопедагогическую карту, чтобы знать, с каким контингентом детей ты работаешь. Вот идея разработки психологопедагогической карты, и как вы понимаете, это колоссальный труд. Даже термин колоссальность здесь не подходит. Она принадлежит Виктории Алексеевне, и она, например, для тех классов, в которых мы работаем, она такие психологопедагогические карты, безусловно, при помощи классных руководителей, которые помогают ей проводить диагностику, она сделала для каждого класса и обновляет их ежегодно. И это очень здорово. Потому что приходят новые коллеги работать в школы, время меняется, особенно молодые, у которых мы бываем наставниками, и они просто благодарны безмерно за такие психологопедагогические карты. Это действительно очень здорово. То есть, получается, это еще обеспечивает и своего рода преемственность между педагогами? Совершенно верно. Да, совершенно верно. Если будут желающие, мы готовы поделиться. Бесплатно. Мне кажется, у нас среди спрашивающих в вкладке вопроса были люди, которые точно спрашивали про сайт проекта игры по пропориентации, про который в самом начале вашего рассказа был. У нас сейчас слайд опубликован. И, пожалуйста, все вопросы и заявки, кто хочет себе психологопедагогические карты от нас получить, пожалуйста, пишите. Вот моя почта vicoofsobacomail.ru Я с удовольствием отвечу на все вопросы. Но это сейчас не вопрос одного вебинара. Может быть, мы с коллегами будем сотрудничать и привлечем их в данные сетевые проекты, в игру тоже. И, соответственно, все вопросы я отвечу по электронной почте. И вышлю желающим карты тоже. Позвольте, я дополню. Относительно школьного конструктора опыта, поскольку, не обижая Викторию Алексеевну, я все-таки педагог-предметник, да, я тоже готова поделиться информацией. Более того, если вы нас пригласите, мы даже готовы выехать в ваши территории и провести, что называется, онлайн-занятие. Простите, оффлайн-занятие. Потому что, на самом деле, вот сейчас, посмотрев эту презентацию, и даже имея, будем так говорить, некое представление о том, что это такое. Пока сам не попробуешь кураторством людей, которые эту школу школьного конструктора опыта, масло масляное, сейчас говорю, прошли, ну, наверное, это будет сложновато. А мы уже такие мастер-классы проводили в ряде школ Екатеринбурга и Свердловской области. И вот у нас последнее выступление было в апреле месяце. Мы участвуем в ряде проектов Малой Академии наук «Интеллект будущего». Это Обнинский полис. И вот мы там для Всероссийского форума, для педагогов проводили вот прямо натурально мастер-класс с этими наборами. Люди делали сценарии уроков, защищали их перед коллегами. Знаете, что удивительно? Бывает так, что объединяются в группы люди совершенно случайно разных специальностей. Например, урок химии на апрельском форуме защищал учитель русского языка, а урок биологии защищал учитель английского языка. То есть, я это к чему говорю? Что это действительно универсальный методический инструмент, и если ты владеешь методикой проведения урока в целом, то это огромный помощник, и самое главное, это интересно. Это очень оживляет урок и разнообразит его. Вот просто действительно восхищаемся мы. Нам попался такой инструмент, знаете, когда? У нас в Уральском федеральном округе на протяжении трех последних лет проходит выездная школа педагогов. Ее организует департамент образования города Екатеринбурга и Екатеринбургский дом учителя. И вот на одной из этих выездных школ были приглашены специалисты вот этой школы Икра, и мы с этим инструментом познакомились. Мы сразу в него влюбились, потому что мы сами попробовали составить сценарий урока. Точно так же мы объединились совершенно случайно в группы. У нас были учителя дошкольники, простите, у нас были учителя начальной школы, у нас были учителя предметники, но как-то все так очень дружно получилось и защита вот этих уроков. И мы со специалистами школы Икра так активно начали сотрудничать. Ни в коем случае не в плане рекламы, ни в коем случае, потому что я считаю, что мы внесли тоже вклад вот Виктория Алексеевна в частности в плане того, что мы дополнили этот инструмент вот этой психолого-педагогической карты. Да, спасибо вам большое, что сейчас еще раз подробнее рассказали о предыстории этого всего. Я еще раз как бывший педагог могу сказать, что это правда очень полезный инструмент мне кажется и кажется нашим слушателям тоже он очень пришелся по душе. Уже начали поступать же я. Да. Спасибо вам большое, я очень рада, что вам удалось подключиться и рассказать. Спасибо большое. Спасибо за предоставленную возможность поделиться нашим опытом. Если вопросов нет, хорошего вечера всем. У нас уже вечер в Екатеринбурге. Да, у нас тоже медленно подвигается все к вечеру. Кажется, вопросов нет, там спрашивали про ссылки, но мы с записью вебинара отправим и ссылки, которые были в презентации, которые вы упоминали в вашем рассказе. Спасибо вам еще раз большое. Думаю, еще до новых встреч. Да. Обязательно. Обязательно. Всего доброго. До свидания. Доброго вечера всем. До свидания. До свидания. До свидания.